Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию рубрики без модов, где сегодня мы будем учиться как становиться одним из трёх богов, как получить их суперспособности и также их оружие. Но ребята, перед этим послушайте меня всего лишь 20 секунд. Каждый ваш лайк для меня очень важен, вы прям не представляете как. Я буду рад, если вы просто-напросто не поленитесь и поставите лайк. За это займёт вас только одну секунду. Но я, ребята, всем вам говорю то, что как только мы с вами набрём 1500 лайков, даже если это будет сегодня, ну, я вас просто всех расцелую, потому что я знаю то, что вы лучшие. Каждый их подписчик для меня как друг, поэтому, ребята, не линьте, ставьте лайки и вступайте в нашу большую дру с вами подписчиков. Подписка, лайк, это займёт 2 секунды, но за это, ребята, если бы я мог, я бы всем вам пожал руку, потому что вы все молодцы. Но больше мы не тянем и приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы будем начинать. И чем мы будем заниматься в этой серии? Мы будем становиться одним из трёх греческих богов. То есть, как вы знаете, или Аид, или Посейдон, или, конечно же, Зевс. Это три братья. Брат Аид, да, в принципе, первым у нас будет брат Аид, и мы, ребята, будем им становиться. Знаете что, перед тем, как я начать видео, просто мне интересно, кого больше всего вы любите? Какую стихию вы любите? Допустим, Аид, это, можно сказать, тёмный маг, он владеет чёрной магией. Да, вот это вы любите. Или, допустим, Посейдон, он владеет морем, океаном, водой и может выполнять всякие там различные фишки. Или же, конечно, Зевс. То есть, свет, то есть, молния, то есть, небеса. Вот я скажу вам своё мнение. Мне больше всего почему-то нравится Зевс, потому что мне больше так по духу какие-то там молнии и всякое такое. Ребята, напишите в комментариях, какой ваш любимый бог или какую стихию вы любите. Можете даже написать не только с этих богов, а, допустим, может, огонь, стихию огня вы любите, или земли, или, может, ещё чего-то. Но, ребята, а сейчас мы будем продолжать. И в первую очередь, я хотел вам сказать одну новость. Давайте я сначала хотя бы выдам себе командный блок. Ребята, командный блок выдаётся так. Никогда, я вас спрошу, ребята, всех вас, никогда больше меня не спрашивайте, как выдаётся командный блок. Он выдаётся так. Я знаю, вы любите меня троллить, но, ребята, запомните. Бегите за маминным телефоном и фоткайте экран, или делайте фотографию, или скриншот, или что вам угодно. Но запомните, командный блок выдаётся вот так. Всё, больше меня спрашивать не нужно. Сейчас мы ставим его на землю и также вписываем команду. Ребята, команда есть уже в описании. Я никогда не делаю так, мол, через столько-то там лайков я выложу команду в описании. Я вас всех люблю, поэтому команда уже находится со старта. Заходите и копируйте. Мы вписываем команду в командный блок. Это, кстати, версия Майнкрафта 1.8. Я играю на 1.8.7, поэтому убедитесь, что вы на нужной... Охренеть просто. То, что вы, ребята... А я, кстати, могу вылететь. То, что вы на нужной версии Майнкрафта, это действительно очень важно знать. Но, ребята, в принципе, команда у нас установилась. Это всё замечательно. Сейчас мы опять включим гейм-мод и удалим вот это всё. И сейчас, ребята, у нас всё отлично будет работать. Кем мы будем становиться в первую очередь? Я хочу вам показать Аида. Аид по-английски, как он тут называется, это Хейдс. Но, по-нашему, это Аид, бог подземного царства. Кто не знает, то Аида в это подземное царство свергнул его родной брат Зевс. То есть, он свергнул его туда, чтобы править этим всем царством. Не очень хорошее место, чтобы кем-то там править. Но всё же, ребята, как нам сделать так, чтобы мы получили супероружие Аида? Нам нужно взять 5 обсидиана и также 3 blaze powder. Да? И выкинуть это всё на землю. Как только мы это всё выкинем, то с этих вещей мы скрафтим супер шлем Аида. То есть, если мы оденем этот шлем, то в какой-то степени мы сможем забрать некоторую часть силы самого бога подземного царства. И, как видите, что нам даёт вот эта вещичка? В первую очередь, я выключу гейммод, потому что многие будут говорить, что, мол, вот с гейммодом это не работает. Но всё же, ребята, это сейчас я играю без мода. В первую очередь, как вы видите, нам даётся невидимость. Всё, что кто-то может увидеть, это шлем у меня на башке. Это всё. Во вторую очередь, как вы видите, то, что тут уже появилось очень-очень-очень много огня. Это вторая-вторая фишка. Вот этой команды, вот этого шлема, вы можете оставлять за собой огненную такую струю. И это, если честно, очень даже круто выглядит. Да, это маленькая команда, но она, в принципе, очень полезная и очень даже прикольная. И, как вы видите, ребята, ещё одна особенность. Это, конечно же, мы не получаем урон от огня. Потому что, в принципе, мы этот огонь сами и создаём. Мы, ребята, снимаем вот этот шлем и убегаем. Но, как видите, сейчас мы уже, в принципе, начали получать урон. Мы это всё останавливаем. И сейчас, ребята, мы будем продолжать. Мы вернёмся ещё сюда, потому что, знаете, что я забыл поставить? Я забыл поставить команду возле этой махины с командных блоков. Потому что, если вы сможете поставить вот этот сет World Spawn возле этой махины, Это означает то, что у вас не будет лагов. И команда будет работать в любой точке, точке вообще вашего мира Майнкрафта. Ну что, ребята, мы сейчас будем становиться нашим другим богом. И это у нас будет бог воды, океанов и всех морей. Это у нас, ребята, Посейдон. Что нам нужно для того, чтобы стать Посейдоном? Вот эти крафты, вот эти все шмоточки богов вы можете использовать даже в ванильном Майнкрафте. В смысле, в обычном выживании без использования креатива. Это полностью команда, созданная для выживания. Потому что, если вы выкинете 3 алмаза и 3 призмариновых шарда, да, то есть призмариновые частицы, Вы сможете получить оружие Посейдона. Как это называется, это трезубец Посейдона. То есть, все знают, что это за оружие. Но сейчас это в какой-то степени не трезубец. Но всё же, ребята, он тоже прикольно выглядит. Это обычный меч. Что мы сможем сделать с этим мечом? В первую очередь, ребята, как вы видите, все, все животные, вплотную от самых обычных, от мирных, От тех, которых мы можем убить ради еды, допустим, коров, поросяток, куриц, И до зомби, и до скелетов, криперов и всех остальных. То есть, как вы видите, ребята, Когда мы подходим к любому животному, то на него накладывается эффект заморозки. То есть, видите, он даже не может толком быстро передвигаться, потому что смотрите, как на него действует вот эта заморозка. Он уменьшается, то есть, передвижение любого животного уменьшается в пару раз. И, как видите, я сейчас ударил рошадь, рошадь нахрен, это новое животное. И, как видите, оно передвигается очень медленно. Это кажется то, что оно передвигается какими-то лагами, но нет, ребята. Это так действует заморозка на любого животного. Это фишка самого вот этого три зубца. Но это ещё не всё, ребята. Это ещё не всё. Если сейчас мы где-то тут сможем найти воду, а я надеюсь, да, то что она где-то тут будет. Даже вот тут, возле нашей машины, поэтому нету смысла куда-то дальше бежать. Как видите, мы даже зашли в какой-то дом. Тут никого нету, потому что это карта из зомби-апокалипсиса. И, по сути, тут никого не должно быть. Но, как видите, ребята, вторая способность Посейдона, это ходить по воде. Да. С этим три зубца в руке вы сможете ходить в любом направлении. Как видите, мост, то есть блоки льда создаются на воде именно туда, куда вы идёте. Поэтому, ребята, таким способом вы можете просто-напросто перебегать океаны, перелетать. И даже не то, чтобы перелетать, а создавать, замораживать все океаны. И это, если честно, очень даже круто. Это ещё одна способность вот этого три зубца Посейдона. И сейчас, ребята, даже вот тут, на этом заднем дворике, мы тут очистим немного территорию. И скрафтим последнее оружие и станем обладателями последней силы бога. Это, конечно же, у нас Зевс. Как крафтится оружие для Зевса? Очень даже простенько. Ничего, ребята, тут сложного нет. Всё, что нам нужно, это... Айнгот. Три. Три золотых слитка. И также Глоустон. Три кусочка Глоустона. Вот это всё мы выкидываем на землю. И также получаем, ребята, молнию Зевса. В принципе, все знают, что делает молния. А как бы это странно не звучало, и, не знаю, вроде Капитана Очевидности тут нету. Но всё же, ребята, молния будет бить молнией. И поэтому, ребята, всё, что нам нужно, это просто бегать яичком в руке с этим яичком, которое мы оторвали у Зевса, ребята. Поэтому всё, что нам нужно, это просто нажать правый клик. И прям вся сила небес, сила молнии. И вот это всё спустится на землю. Даже не одна молния, а три молнии. Три. И поэтому, ребята, с помощью этого яичка вы можете устроить такой мини-мини апокалипсис. Конец света. Поэтому, ребята, будьте осторожны с этим яичком. Но, как вы заметили, это яйцо Зевса. Не знаю, правое или левое, не важно. Они вроде одинаковые. Я не проверял, но всё же. А даёт нам скорость 4. А скорость 4, это прям офигеть как круто. Вас никто не догонит, вас никто не словит. И вы просто можете убежать даже, до хрени его знает, от болида Формулы 1. И просто-напросто бегать куда вам угодно и хреначить всё подряд. Молнией поджигать всё вокруг. Лошадка. Бабам, шандарах нахрен. Иди сюда. Во. И лошадки как и небо. Но, ребята, а мы можем, кстати, комбинировать вот это яичко с шлемом? Да, ребята. То есть, в первую очередь, вы можете быть с оружием Зевса, да? Хреначить молнией всё подряд. Во-вторых, вы можете бегать очень быстро. В-третьих, за вами будет распространяться вот такой огненный след. В-четвёртых, вы не будете получать урона от, конечно же, огня. И, ребята, в-пятых, вы будете невидимыми. И это нереально круто. Вряд ли вы сможете, ну, никак вы не сможете комбинировать ещё и меч. Но всё же, ребята, вы можете комбинировать невидимость и... А знаете что? А можно ли как-то сделать, чтобы... Всё же... Смотрите, ребята. Вот этот шлем даёт нам невидимость. И когда мы ходим, то за нами появляется вот этот огненный след. Ну, дому уже, в принципе, хана, как я понимаю. Прощай, домик. Но, ребята, в чём суть? А мы можем ходить по воде и сзади нас поджигать эту саму воду. Ну, вряд ли, да? То есть, как вы видите, всё же вряд ли. Ну, может, прикиньте, был бы баг такой, чтобы мы бы даже смогли поджигать... Мы бы, ребята, даже смогли поджигать лёд. Это было бы реально круто. Но, как вы поняли, ребята, этому дому уже пришёл конец. Я... Гейм... Нет, гейм... Геймрул, спид... Я могу... Как это? Тикнес. Как это делается, ребята? Хм... Во, вроде вот это. Random Tick Speed. А тут сколько у нас? А если поставить 999, это начнёт гореть быстрее? Вроде начнёт, да. Да! Всё, всё ускорилось. А если мы поставим 9000... Мне кажется... Ну, в принципе, как видите, дом уже настал конец в какой-то степени. Поэтому, ребята, если у вас есть шлем АИ, да, если вы вообще захотели забрать силу АИ до себе, то никогда не балуйтесь с этой силой. Потому что вы забудете... Может быть, то, что вы забудете снять этот шлем и случайно войдёте в свой дом. И вы не успеете заметить то, что что-то идёт не так, то, что за вами прям с пукана вылетает пламя, как вы обернётесь, и вашего дома уже просто-напросто даже не будет. Потому что смотрите, что осталось от целого дома. Поэтому, ребята, не балуйтесь с оружием богов. Запомните вот это. Я очень, ребята, надеюсь, что вам понравилась эта серия. Очень надеюсь... Я ещё... Да твою мать. Я реально буду рад каждому вашему лайку. Не пальнитесь. Я в этой серии хотел сказать новость, но я забыл, ребята. В эту субботу у меня будет стрим. В час по Москве. Обедом. В час по Москве. Я не знаю, сколько это по Украине, но вроде тоже в час. Я не знаю, ребята, какая там разница времени. В час на Твиче будет мой первый стрим. Мы будем играть в Кэску, в Майнкрафт, на моём севере, может даже в Пиксельмон и многое другое. Ребята, приходите. Я всех вас буду ждать в час. Начинается стрим. Запомните, ссылочка на мой Твич будет в описании. И, в принципе, я также ещё оставлю новости и сообщения у меня на странице ВКонтакте и также в группе. Поэтому, ребята, это была новость, которую я хотел вам сообщить. Также, ребята, я рад. Буду очень рад, если вы поставите лайк. Просто, ну, поймите меня, лайки, это забирает у вас секунду времени. Но каждый лайк, ребята, даёт мне большую мотивацию для видео. Вы не представляете, когда я вижу кучу видео, когда я вижу кучу лайков, я сразу же хочу бежать и записывать новую серию специально, ребята, для вас, для моих любимых подписчиков. Поэтому я вам даю своё слово. 2500 лайков набираем хоть час. Я сразу же выпускаю новую серию, ребята. И просто всех вас целую, потому что вы будете ещё больше большущими молодцами, чем вы являетесь сейчас. Поэтому, ребята, лайк, подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков. Вы видите то, что я всех люблю, ребята, всех своих подписчиков. И я специально для этого сделал новый интернет, чтобы специально с вами играть и проводить как можно больше времени в любую игру, которую вы только захотите. Я буду принимать заказы на ваши игры и просто-напросто стримить. Потому что, ребята, я всех вас люблю. Спасибо тем, кто поставил лайк. Поставь лайк. Спасибо тем, кто подписался. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Вы реальные молодцы. И также, ребята, приходите на мой канал каждый день, потому что видео выходит каждый день. Я всегда буду рад вас видеть на просмотре нового видео. Ребята, ещё раз. Всем большое спасибо. Вы нереальные молодцы. Всем удачи. И всем пока. Пока.